Один из самых почитаемых христианских праздников на Руси – День Святой Великомученицы Екатерины. В ее честь, по велению царя Алексея Михайловича, в наших краях была основана Екатерининская пустынь. Это единственный мужской монастырь, названный в честь святой женщины. 7 декабря, в день празднования Святой Великомученицы Екатерины, в монастыре прошла Божественная Литургия, рассказывает наш корреспондент Людмила Медведева. После возрождения обители, вот уже 20 с лишним лет люди стекаются к монастырю на престольный праздник Святой Великомученицы Екатерины. Цветами и теплыми приветствиями в воскресенье 7 декабря представители администрации района, настоятель монастыря, епископ Видновский Тихон, прихожане встречали митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, который все эти годы почти всегда возглавлял Божественные Литургии памяти Святой Екатерины. Не исключением стал и этот год. В торжественном богослужении управляющему Московской епархией митрополиту Ювеналию сослужили епископы Видновский Тихон, серпуховской роман, благочинные церкви Видновского округа протерии Михаил Егоров, духовенство Московской епархии. По окончании богослужения настоятель Свято-Екатерининского мужского монастыря поздравил всех с престольным праздником, который с каждым годом собирает все больше и больше прихожан. В память об этом дне совместном богослужении епископ Видновский Тихон преподнес митрополиту Ювеналию образ святого князя Владимира. С радостью светлого праздника поздравил всех и владыка Ювеналий. Призываю на вас Божие благословения и представительства святой великомученицы Екатерины. Аминь. В своем слове к прихожанам владыка отметил, что празднуя память святых, живших столетия, тысячелетия назад, поражаешься их верности Христу, жертвенности и стойкости. Такой была и святая Екатерина, жившая в 300 веке, мудрая, высокообразованная для своего времени. В прошлом веке нам говорили о том, что ученый человек, просвещенный человек не может верить в Бога. И не случайно император, чтобы склонить ее к принятию язычества, и отречением от Христа собрал современных философов и ученых того времени. А она одна противостояла им, и они были буквально побеждены. В этот праздничный день владыка Ювеналий вручил награды епархии людям, которые не только словом, но и делом служат Святой Церкви. Я работаю уже 7 лет, и каждый раз, каждый год учебно мы начинаем с того, что проходит экскурсия по монастырю, и очень много еще и новичков, и наших ребят готовятся к тому, что нужно знать как можно больше о Святой Екатерине, имя которой носят наши обители. День памяти Святой Великомученицы Екатерины любим и почитаем жителями Видновского края, многочисленными паломниками. В Оптиной, когда я первый раз приехала на исповедь, мне батюшка на исповедь сказал, что обращайся к Екатерине за умом, разумом, мудростью и так далее. Поэтому с Екатериной все связано. Ну а девушкам она помогает, конечно, с устроением жизни и так далее, поэтому она всем помогает. У меня дочка Екатерина, поэтому я очень ее чту, и вот я как-то со Святой Екатериной пришла к вере. Это было 3 года назад. Я занимаюсь иконописью сейчас, и я думаю, что моя дорога к этому занятию, она лежит через этот монастырь. Я прихожанка этого монастыря, и я благодарю Бога, что жизнь сложилась так, что вот я смогла найти эту тропу. Прихожане в этот праздничный день могли насладиться и монастырскими пирогами. Людмила Медведева, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.